Приветствую вас! Надо сказать, что в разных книжках описывается разная любовь. Есть книжки, где любовь описывается, которая не совсем любовь, которая представляет из себя определенного рода привязанность, определенного рода зависимость, если угодно. И, в общем-то, вряд ли можно считать подобно любовью. Вот. Это первое. Второе. Привыкание совершенно точно любовью не является, потому что привыкание, как вы, я надеюсь, сами понимаете, привыкание – это просто привычка, это просто такая устоявшаяся, укоренившаяся, укренившийся набор, я бы даже сказал, действий, вот, которые дают человеку, да, что-то, вот, и всё, в общем-то. То есть тут ситуация далеко не столь однозначно. Привыкание – это совершенно точно не любовь. Вот. Это первое, что можно сказать вам. Второе. В книжках описывается… Ну, конечно, смотря на всё, в каких книжках, но в книжках описывается… описывается проявление любви, да, в общем, в общем и целом, реалистичное проявление любви, описывается в книжках. Но эти реалистичные проявления любви, они усилены многократно, благодаря литературному оттенку и для того, чтобы произведение получилось таким цельным, ярким, интересным. Вот. То есть это усиливается и в итоге получается то, что получается. Вот. То есть я имею в виду, что в книжках, в книжках, как бы, была, ну, частенько описывается самопожертвование, вот. В книжках… Эмм… Чис-че… частенько… описывается… такой, ну, момент самоповерсования, вот, и это, в общем и целом, далеко не самый лучший, надо сказать, расклад для ориентирования, вот, а потому что в жизни все-таки самоповерсование это скорее плохо, чем хорошо, вот, и в жизни опять же самоповерсование это, ну, не ведет ни к чему, ни к чему хорошему, ни к чему качественному, ни к чему такому, что могло бы давать пользу, вот, поэтому зачастую истина, она где-то вот посередине, то есть зачастую истина где-то между книгой, которая описывает искренние чувства и жизнью, где, в общем-то, все достаточно неярко, все достаточно буднично, все достаточно обыденно, вот, где-то между этими вещами, где-то между этими моментами, двумя, и кроется истина, вот, такой вот ответ, можно вам дать, и ваш вопрос, он, на мой взгляд, поставлен несколько некорректно, там, там, любовь существует, как в книгах, но это идеализированная любовь, а идеализация любви, возможно, когда человек пытается чего-то избежать, ну, в данном случае вы, вероятно, пытаетесь избежать чего-то, то есть, ну, избежать от того, что вам, ну, не нравится, избежать от того, что вам, ну, не по душе, избежать от того, что вам неприятно вызывать негатив, беспокойство какое-то и так далее, вот, либо вы для себя, сами для себя, чего-то достаточно сильно хотите, вот, ну, и через любовь пытаетесь это получить, то есть, у вас такая разновидность любовной зависимости, только она, наверное, такая пассивная, любовная зависимость, не к кому-то конкретно, а вообще, любовная зависимость от любви, вот. Вы меня извините, что я так, вот, говорю, но очень на то похоже. И здесь желательно посмотреть, что вам нужно, то есть, в чем вы нуждаетесь, чем вызван ваш вопрос, какие чувства привели вас к такой постановке вопроса, достаточно негативной, я бы сказал, постановкой вопроса, понимаете? Вот, мне кажется, что так, потому что ваш вопрос, это черное-белое, но это не так работает, то есть, да? То есть, в жизни существует много полимеров, а как раз таки отсутствие полимеров, это отдаление от реальности, отдаление от того, что есть на самом деле, и отдаление от себя. Так что, ориентируйтесь в своих мыслях, ориентируйтесь на золотую средину. Таким может быть ответ вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было для вас полезным. Вот, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.